Коллеги, мы начинаем работу нашей сессии, которая будет посвящена онкологическим проблемам у лиц пожилого и староческого возраста. Хочу всех приветствовать еще раз и сказать о том, что проблема достаточно актуальна. Мы видим, что число пациентов в сонке патологии, в том числе пожилого возраста, с каждым годом, в принципе, все больше и больше. И возникает, конечно, ряд проблем, которые в реальный случай наслужняют нашу работу и в реальный случай нашим пациентам наслужняют их жизнь. Но надо бороться, надо их лечить. Это касается и хирургических методов выключения, это касается и лекарственных методов выключения. И сегодня мы разберем различные аспекты этой проблемы и хочу пригласить первого докладчика Леониду Николаевну, кандидата медицинских наук в отделение химиотерапии Экгендация ВИН-2, Москва. Ее доклад освящен опыту применения лекарственной противоположной терапии у пожилых больных в реальной клинической Бранске. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю организаторам за предоставленную возможность выступить на столь значимой конференции, посвященной проблемам онкологических заболеваний у старших и урозных больных. Ну, мой доклад посвящен опыту лечения таких пациентов в реальной клинической практике. Ну, сразу хочу оговориться, что работаю в многопроизведенном центре, где работают не только онкологические подразделения, но и радиологи, и психологи, и прочие специалисты. И, в общем и целом, у пожилых больных с возрастом накапливается довольно много проблем, и эти больные к вам приходят. И вот мой доклад как раз посвящен тому, что мы с ними делаем. Ну, как видно из показателей статистики, злокачественные образования, они как раз-таки превалируют в старших подростных группах. То есть, если мы посмотрим на статистику вашего отечества, когда 2019 год, то мужчины старше 60 лет, это 72% заболевших, и женщины старше 60 лет, это 76% в год. То есть, другое достаточно многочисленное. Что же делать с такими пациентами, которые комморбитные, которые уже пожилые, которые, в общем, имеют ряд проблем, да, мы мировым сообществам предложим такая вещь, как гериатрическая оценка, это специальные шкафы, которые включают несколько параметров, по которым мы можем представлять риск осложнений от нашего лечения, в частности, от лекарственной противоопухолевой терапии. Ну, вот на данном слайде представлена выдержка из рекомендации и рекомендации ассоциацийных логов клинических пожилых онкологических пациентов, а также лицам осуществляющего флота имя, в том, как представление, как и информация гериатрической оценки, может улучшить диалог, а восьмых изменениях в состоянии здоровья, в качестве жизни проценталов, в том, что творительность трех пола. Существуют также рекомендации по гериатрической оценке, и главные причины, по которым это необходимо, тем врачам, которые занимаются лечением данной группы пациентов, то, что гериатрическая оценка, она способна ее применению, предупредить токсичность химиотерапии. Развитие побочных эффектов позволяет более точно выбирать поддерживающую терапию для наших пациентов, а также дает важную кагностическую информацию о ожидании продолжительности жизни, что, в общем и целом, в лечении пожилых больных имеет решающее значение, и платформа для этого лечения. Также гериатрическая оценка позволяет проводить решательства направленные на улучшение качества жизни и приверженности назначенной терапии. В принципе, хотелось бы сразу поговорить, что, когда в лечении пожилого пациента, мы, в общем, в целом, больше акцентируемся на качестве жизни в данной группе пациентов. А также, в принципе, применение гериатрических шкал улучшает коммуникацию с пациентом и повышает приверженность пациентных лечений. На данном слайде представлен один из инструментов, в которых применяется гериатрическая оценка, это, как называемая, шкала ТАР. В ней 11 параметров, такие как возраст, тип за качественные, довольно-главное название, режим дозирования химиопрепаратов, дату уровень гемоглобина, применяемый, сколько там, монохимиотерапией, комбинированную терапию. В принципе, шкала представлена на слайде. И просумировав баллы в этой шкале, мы можем предсказать весь токсичность и химиотерапии. Внутри циво низкий, промежуточный и высокий. Шкала эта была аналитирована в исследовании, собственно говоря, показала достаточно неплохие эффективные результаты. То есть эта шкала, она статистически значимая, действительно способна, скажем, токсичность противоположного лечения. Нет, в возрасте 65 лет и старше. Ну, вот на слайде представлены результаты этого исследования. Большинство пациентов были относительно к уровню среднего ариста, 24% пациентов низкого ариста, и 23% пациентов высокого ариста. Ну и данная шкала, она способна предсказывать такие явления, патологические, как и мидропинии, анемии, а также не гемопатологические, фоксические явления, выготовляемость, слабость, инфекция. Такие исходы, в принципе, были зарегистрированы в этом исследовании. Что же хотелось бы сказать о нашем личном области. Мы попробовали применить эту шкалу парк в нашей реальной климартике. Включили в исследование 39 пациентов с диагнозом по качеству нового образования. Мы включали больных, кто на солидноминого образования, то есть, да, в принципе, гемопатологических моментов. Это были пациенты в возрасте 72 года и старше, которым проводилась химия-вздравия по поводу гемопатологического образования. Когда мы в сайте ставим на также распределение наших пациентов по полу, большинство из них были женщинами 24 и 24. Что касаемо локализации, то, в принципе, они не противоречат отставили наши отечественные статистики, бывшие 20 пациентов, которые имели диагноз колоректального рака, также были пациенты, страдающие раком поджелудочной железы, раком желудка и раком полу, и в случае локализации находилась в порядке хитинга. Ну, что же получилось, да, когда мы провели гемопатологическую отцепку, то, в идеальной вероятности развития токсичности в длительной степени по прогностической шкале, то была достаточно широкая, и 70,80% в отцепке. Что касается количества, фактически зафиксированной токсичностью, она была меньше, это 61,5%. В общем, большинство пациентов, поскольку это пожилые пациенты, коморбитные пациенты, имели высокий риск развития токсичности на полу, и гемопатологическую герамию, и это высокий риск, и это 3 риска степени цепени. Ну, мы провели статистический анализ между данными шкалой и между фактически тем, что получилось у нас в реальной гемической практике, различие между идеальной вероятностью риска токсичности и количеством случаев фактических осложнений были статистически незначимы, но, в принципе, это можно объяснить чем? Это можно объяснить тем, что выборка была достаточно небольшой, всего 39% в данных шинах, которые, наверное, расширили текущую. Статистически значимые результаты выполнили очень быстро. Ну, на данном сайте вот как раз таки представлено, что по шкале, да, средний риск токсичности имелось всего 15% пациентов, высокий риск, имела 84% пациентов. Когда в слайде покажем, у пациентки парня запозданная, да, в таблице, в верхней части слайда, соответственно, серенькие стопики на шкале, а красненькие стопики – это фактические осложнения. Что касается фактической токсичности, она наблюдалась в меньшем проценте, в принципе, это можно объяснить тем, что, да, мы уже предвидели эту токсичность и наводили мероприятия, которые были накапливаны на ее снижение. У пациентов старше 72 лет более чем в 30 случаев наблюдений зафиксированной токсичности и текущей более степени. Высокий риск токсичности химиотерапии в результате большинства наших пациентов для того, чтобы знали, и это помогло нам в изучении дополнительных сопроводителей терапии и в изучении смежных специалистов на консультации. Ну, хотелось бы это проиллюстрировать на реальном клиническом примере филанский гипнозер, достаточно соматически отягощенный, 70 лет, он уже получил отказ от диспансивного достижительства от привлечения лекарственного противополимого лечения. Ну, что мы знаем из его аналога? Что более того, с 2018 года, когда появились жалобы на задержку Тула, была выполнена головоскопия на 20 сантиметрах от амуса была плетельная опухоль стенозирующая, просвет кишки додосертильный ледник. У КТ-органов в крупной клетке данное за эгоэстетическое поражение не получено, а при КТ-органах напряжной полости сконтрастировано и было выявлено кожественное глобарное эгоэстетическое поражение лечения. Таким образом, пациенту было установлено диамызла, вспоминные лечки, ПТ-4, М1, рассказы и плечи. На первом этапе у вас крупной опухоль была стенозирующая, была выполнена хирургическое лечение, золопароскопическая резекция сегмонитной лечки, с дефальной продюсекцией, с формированием беспокойной трансверсной стоны. Ну, что бы хотелось сказать сразу о его сопутствующих проблемах. Этот пациент имел в своем арсенале и ишемическую болезнь сердца, и гердоническую болезнь, процесс сзнальных форм фрабрилляций с иксерти, переходящие в себя в реальный облакадок, и устойчивую желудочку в этой архитарке, синосовой предикардею и синдромы слабоста синосового уфа. Пациент был достаточно кардиально антигощен. Разумеется, мы проконсультировали по пациенту наших кардиологов, у нас подобная терапия, и вообще каждый этап обучения всегда на создание с кардиологами. Что касается риска развития зомбоэрмонических осложнений, он у него был достаточно высокий. Это, кстати, представлены ардиологические шкалы, да, и риск развития зомбоэрмонии, и риск развития течения. Ну, пациент у нас получал кинопатилактику во время Росарбан, который у нас не предназначен. Ну, и перед началом химиотерапии мы, конечно, оценили по шкале КАР, а риск развития токсичества, но, кстати, по этому среднему. Учитывая проблемы с сердечным лимком, который имел наш пациент, да, было решено, в соответствии с кинопатологами, начать лечение, провести первый год с первым препаратом, с лобиархарином. Почему варим? Потому что была возможность подключить пациента к монитору, да, то есть мониторировал с лимком, ну, и, соответственно, был присмотрен лимком. Все прошло очень хорошо, очень успешно. Вот с этим получился мой первый вручник препарата, салитатин, да, я получал подметиловый вручник, салитатином. Вот, и последующие курсы мы уже проводили у нас в условиях нашего отделения, соответственно, наблюдение оборит не требовалось. Ответом на лечение после приконтрольного исследования, после четвертого курса, был частичный ответ на эстетических очков лечения. Вот, как видно. Следующий вопрос в этом слайде. До начала лечения пациента не умножить на новомарное отворожение печени, и после проведения курса, да, очевидно, многие исчезли, не приобретающие из размеров, в общем, достаточно лечить. Ну, классичностью пациента этого сопровождало на всех курсах химиотерапии, но, в принципе, мы с ним достаточно не усправляемся. Таким образом, с января, по май, пациент получил по конец мая сей курс химиотерапии, и в дальнейшем был перелетен на поддерживающую только компетированную химиотерапию. Получали по августу 2019-го, как в августе по данному контрольному обследованию было выявлено прогрессирование в обыкновенном процессе, увеличение размера фотостатических лечебных печени. То есть, это было, значит, вторая лечебная терапия, ну, что достаточно статарь, ну, препараты или медикампатах химиотерапараты, и первое, это зума, питательная терапия, а теперь же у них процесс не устраивает. Токсичность третьей степени тоже была, да, но, в принципе, назначались в том, что в следующих факторах, которые, в общем, позволялись не бороться. Таким образом, пациент получал эту химиотерапию, по январе 2020-го года. Ну, поэтому, получается, с января 2020-го года он был переведен на третью линию терапии, это была тагикная терапия, препаратов и гальфеник, 80 миллигран в сутки. Соответственно, ну, что хотелось бы сказать, да, что химиотерапия каждый курс, она проводилась под контролем компанина, под контролем препаратов, как живут радиолога, а также для необходимости под контролем компанинаторирования. Редукции ТОС мы были вынуждены сделать в связи с сопутствующей токсиальной патологией, а также гематологической токсичностью, которой был цинкент на, в принципе, на томе проведения химиотерапии. После трех курсов химиотерапии нам удалось добиться частичного ответа на патологу полинолечения. Ну и, соответственно, какой вывод хочется сделать, да, это человек, который был списан на симптоматику, у которого, ну, никаких перспектив не ожидалось, да, но проведение химиотерапии у такого сложного больного позволило добиться продолжить в жизни более 18 месяцев, в принципе, с сохранением ее надо говорить о том, как качество. Ну, таким образом, какие бы хотелось сделать выводы. Да, это тяжелые пациенты, но это не значит, что их надо лечить, то есть нужно будет сцепленарный подход, нужна адекватная геотерапическая оценка, которая является дополнительным для оценки риска токсичности проведения химиотерапии. В связи с наличием сопутствующих патологий пожилых пациентов, у нас необходимый сцепленарный подход в оценке сирийского проведения доказательного претензора. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Николаевна, за прекрасный доклад и очень позитивный показательный пример как раз иного о скупешном взаимодействии между докторами различных специальностей. Это позволяет нашим пациентам действительно помочь и не отказываться от них. К сожалению, не происходит. Видимо, это в нашей практике, когда из каких-то проблем, из мобильности мы, ну, так скажем, вынуждены отказывать пациенту в проведении специального лечения. И мы видим, что если подключились наши коллеги, и если мы можем повести какую-то коррекцию, то в данном случае пациенту подали полтора года жизни достаточно хорошим качеством. Это однозначно, это очень важно. Есть ли у нас вопросы в зале? Спасибо, Ирина Николаевна. Позвольте пригласить следующего докладчика Салимова Алиса Викторовна. Это наш ординатор Министерального научно-клинического центра МПА России, Москва. И ее доклад будет посвящен возможности применения лекарственной противополитной терапии у пожилых больных. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю организатора за возможность выступить в такой уважаемой конференции. Министерство предсвящено возможности проведения гипотерапии старших возрастных дел. В данном вселенной организации здравоохранения на 2020 год общее количество первоевыльных злокачных образований равно почти 10 миллионов сумочек. Пределяющие позиции занимают Рафлевкова, Голи Тайвера, Рафлевкина. Гендерная статистика пространена на слайде. Злокачное образование в размере старше 65 лет. Но на телегам примерно одинаково количество первоевыльных случаев среди мужского и женского населения. В российской статистике по данным вселенной организации здравоохранения на 2020 год общее количество заболевших это 300 тысяч. Также визуализирующие позиции занимают полуэнтальный рак, рак лёг, рак председателя жилецы и рак молочных жилецы. И в данном саде представлены также медовные статистики которые были представлены в будущем лекарственной плани. Что такое химотерапия? Определение в лекарственном обществе антибиотического онколога это используется с лечебной целью лекарственных средств тормозящих полиграцию и необратимо повреждающих опыта клетки. Какие цели преследуют химотерапию? Это например улучшение качества жизни пациентов и увеличение общей желаемости пациентов. Не следует забывать и про основные принципы химотерапии это подбор препарата соответственно спектр действия выбора оптимальной дозы режима и способы применения препарата химотерапии химотерапии каких-то необратимых побочных явлений и необратимо учитывать флага которые требуют коррекции паклозы и режима для того чтобы избежать тяжелые и желательные явления. Исторически сложилось так что пожилые пациенты обычно входят исключенным к оборуду при хронических исследований и результатами хронических исследований из молодой популяции боли вводной популяции не стоит запомнить коморбидность пациентов старших исследований группы пожилых пациентов также изменяется обменная процессия соответственно изменяется генетика генетика противопрепаратов более высоких процентов сложнений и конечно необходимо проводить гератрическую оценку перед назначением лечения химотерапии не стоит забывать про то что старение это не только хронологический возраст но и эмоциональное состояние пациента мировым общим онкологом онкологом была разработана гератрическая процент в котором можно оценить призем медалевый сход и стали на слаге две шкалы ВЕС-13 ВЕС-23 ВЕС и оценивающая токсичность химотерапии это две шкалы шкалокарк о которой было рассказывано в предыдущем накладе и шкалокрэш чем отличаются между собой эти две шкалы шкалокарк она занимает меньше большинства времени всего для риска фоксичности химотерапии включает один из характеристик в отличие от шкалы крэш то есть она более расширена характеристикам и агреганская ассоциация онкологов в своих рекомендациях также напоминает о комплексе герметичной оценки естественно когда входит все известные москарновского шкала репорт которые оценят цернальный статус однако и эти индексы не учитывают когнитивный статус не учитывают возраст специального организации организования это комплекс герметичного цена включает в себя индекс коморбидности инструментария сверху деятельности химитина статус шкалы депрессии и конечно полиформация которая тоже довольно острая проблема по мнению наших зарубежных коллег на данный момент ученые старались и делали множественные клинические исследования пожилые люди делали некие критерии конечно это очень важно в связи с тем что в практике онкологов пациенты большинство количеств пациентов это пациенты старше 60 лет поэтому необходимо разрешить людям участвовать в лечебном испытании для того чтобы понять как именно лечить эту когурную пациенту теперь окур перерешивались что окур перерешивались это саблики которые исключают в зеркалении другого саблика то бишь все исследования напоминают о том что пожилые пациенты могут скончаться питание стоп случиться от сопутствующего заболевания было анализировано действие бассейн исследования 40 лет исследований удовлетворяло критерия лечения это исследования которые проводились среди геронгических украинских были исследования только второй и третьей фазы количество исследований касалось пациентов с неупреждением рака релкова в том числе 10 с постановым процессом имеющим оприморием медный прогноз и менее 50 пациентов исследователей были решены всего 10 исследований где 41 исследований учитывали лентальный исход к сопутствующей патологии какое предложение на данный момент мирового общества англоков в месяц испытаний которые проверяются то ли лечения необходимо конечно какой-то минимальный алкоголь для больных иметь если это стандартное лечение не подходит для пациентов необходимо проводить отдельные исследования для алкоголь больных и лентическая церковь должна быть обязательной лечить к исследованию и должна быть интегрирована во все алкогические исследования и конечно необходимо учитывать тот самый лекаряющий риск лекаряющий 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 недостатч И от этого следует потерять особое внимание при назначении нервно-токсичных химиотерапевтических препаратов. Со стороны костного мозга с возрастом снижается резерв костного мозга, что повергает пожилых пациентов более длительных цитопеней. Это тоже необходимо учитывать при назначении химиотерапии. Возможно, где-то они инфицированы в воздухе, назначить сопроводительную терапию. Со стороны сердечно-сосудистой системы это повышенный риск кишеческого болезни сердца. И это тоже необходимо учитывать при назначении химиотерапевтических химиотерапевтических. И со стороны ЖКТ, электрофия слизистой обложки кишечника, которая способствует снижению скорости всасывания лекарственных средств пожилых пациентов. Хочу остановиться на такой проблеме, как полипрагмазия. Полипрагмазия это, когда пациенту возращается больше количества препаратов, чем в отрыво-химической ситуации. Естественно, это недоквартная лекарственная терапия. Ученый Бирс в течение многих лет занимался проблемами фармакотерапии лидиков пожилого возраста. И разработал методерию Бирса. Список потенциально нереподобимых лекарственных препаратов, тем самым он позволил предотвратить нежелательные побочные эффекты. И оптимизировать лекарственную терапию пожилых лидов. В полипрагмазии я сейчас говорю о лечении габарбидной патологии пожилых проблем. Каковы проблемы в полипрагмазии? Это снижение комплаенса в пациенте, естественно. Повышение риска нежелательных побочных эффектов, связанных с метаболизмом препаратов. Каковы решения этой проблемы? Это при лечении клинического фармаколога, в лечении комплектного пациента, отменять нервное назначение, если таковые есть. Внимательно анализировать схемы лечения лекарственного самодействия, лекарственного самодействия, тематерапевтического препарата с препаратом, который для сопутствующей патологии. Например, если пациент назначен мифротоксичный какой-то препарат, и перед этим назначен МПВС, какой-то сопровождение химиотерапии, то это тоже необходимо обращать внимание. Каковы перспективы в лекарственном колонии? Необходимо ушать годами по оценке токсичности химиотерапии. До сих пор не придуманы идеальные шкалы, идеальные оценки, которые нам точно скажут, будет какие-то сожаления у больных или не будет. Необходимо учитывать генетологическую токсичность. Также необходимые увеличенные столичные лекарственные исследования, которые включают в когорты больных 65-65, то есть пожилых больных. И в 2022 году, по данным обеспечениям и генетологического здравоохранения, количество анкогических заболеваний будет только расти. У нас стареющее население планетное, никому не секрет. Соответственно, необходимо развивать это с медицированным генетологическим количеством. В заключении хотелось бы еще раз сказать, что химиотерапию необходимо проводить в случае части межсебинарной команды с лечением коллег. При наличии с лечением фармаколога, при наличии сопутствующих патологий, кардиологов, мифрологов и так далее. И, естественно, функционирование анкологического деления на базе многопрофиля будет намного выгоднее для онколога, потому что он может эту междисциплинарную команду призвать для решения какой-то клинической ситуации. Также подбор схем и дозирование препаратов необходимы, в общем, следствии с поправкой на изменение обменных процессов, которые происходят в пациенте, с учетом возможных осаждений, естественно, после тщательной герогической оценки. Благодарю вас за внимание. Алиса Викторовна, благодарю вас за прекрасный доклад. Есть ли вопросы? Тщательно нет, да? Ну, здесь еще раз хотелось бы обратить внимание на те проблемы, которые в своем докладе затронували Алису Викторовну. Да, очень важная проблема. В предыдущем докладе мы обсуждали то, что пациент может быть коморбинным, а здесь как раз обсуждаются тем моменты, что докторам и онкологам, и докторам других специальностей всегда можно думать, потому что может быть полипармазия, и всегда, если нет возможности привлечь коллег, значит, надо, наверное, с ним сесть и подумать, и где-то заглянуть в инструкцию и так далее. То есть очень важный момент, не надо грунтивно превращать. Это творческий процесс, и наша задача не просто назначить и провести и сказать на свидание, потому что наша задача ему помочь, чтобы ему стало лучше, и, ну, первое правило, это не навредить. Спасибо большое. И я хочу пригласить следующего нашего докладчика. Родцок Дины Витальевны, ассистент кафедры внутренней болезни, профессора Шулутко, это медик социальный институт Санкт-Петербург, она же аспирант Болгарусского государственного национального исследовательского университета Белгород, и доклад возможностей персонализированной оценки переоперационных рисков пожилых больных с раком легких. Спасибо. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Хотелось бы приговорить организаторов за возможность представить снижение докладки на фронтах данных международных и международных конфликций. Как уже было сказано коллеги, в будущем, в аргументе, камерах лепета. Ведущая, он трагик, он занимает одну из будущих позиций, конск, представка на месте среди уникалологических заболеваний, и также занимает одну из будущих вес, большинство мощной смертности. В Российской Федерации отличаются те же тенденции, рак легких, так же он занимает одну из будущих позиций, Продолжение следует... 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 с расчетами, сказанных на своих операционных назначениях, а также следовательно инфекционной способности по моноксингу природа при этих сниженных показателям, и предпочтения неравной, сниженных показателям, и ценностатусной организма, и предпочтения неравной сообщественной операции в каждом из тренеров на выношенном гости. Данным показателям высокую генетическую значимость и операционной оценки. И в большем значении показать униженных кислородов на прогнозе, на печеном грузке, а также определения сниженных километров в кислородах. По основанию данных показателей униженных кислородов на прогнозе, которые используются перед тараком галактических пациентов. Однако также хотелось отметить, что данный кислородный работа для пациентов униженных кислородов на прогнозе, и в максимальной технических Продолжение следует... 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 что это было бы очень инвестировано и будет использоваться жилым пациентом для спратификации вибрационных рисков. Однако, чтобы было важно для революционной оценки, рекомендовано оценивать и другие показатели, в числе и поцелкового революционного кислорода, и для революционного кислорода в процессе матруски, это также показатель метаболизма, так как это позволит, это может быть, и для революционного кислорода вибрационного кислорода и для революционного кислорода вибрационного кислорода. Благодарю вас за замечательный доклад. Есть ли у вас вопросы в чате или в зале? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Хотелось бы сказать, что в вашем исследовании или операционное осложнение вы не встречались буквально в трех потяных случаях, остальные случаи были именно после операционного кислорода. и подавляющее большинство за это осложнение кислорода вибрационной кислородной системе. Конечно, на экране гуляшевое исследование, но я думаю, что, да, можно дамы и перенести именно к конкретной операционной кислородной. Если вопросов нет, я бы уже представлю следующего докладчика. Ищенко Роман Викторович, доктор медицинских наук, медицинский научно-образовательный центр КНГУ им. Ломоносова, Москва и доклад сосудистой реконструкции при эпатического заболеваниях у лиц пожилого оборудователя. Продолжение следует... 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 с пауэректальными метастазами имеют уже контакт с печёночными венками, уже предиктор дискриминации. И 15% воздействия – это прямая инвазия, наказанная онкологически после этого в этой обмечательности. Достаточно высокий показатель в связи с этим основной массой этих пациентов, которые его отказывают. В то же время напомню, коротко о том, что сейчас возможности у нас экрана получения, чтобы с этим обмечать достаточно мощными. Мы можем до часа непременно обжимать траву, но пожилых людей лучше всё же более бережно, а не очень относиться к сожалению с этого собачка. Ну, что и 19-го, это время, а там 2016 года – одна из последних публикаций. И то, что касается пожилых людей, целый адаптер разработан с эффективным опережанием. То есть в них всякие патоглодональные связки, а только из частей, иногда влажут из-за общей травы. Поэтому это, конечно, расширяет наши возможности это посложнение технически, но те, кто регулярно делает это всё, выполняют. И то, что мы можем, благодаря с эффективным отжатием, избегать вот подобные тронды при сосудистых реконструкциях насеянного родного юга. Это, конечно, очень хорошо, потому что вы видите тронды белые, они явно уголевые, явно там серьезных проблем. Ну, теперь немножко клинических случаях, для того, чтобы продемонстрировать, что там есть сенсор. Желчный пузырь с отвазией в правую печёночную артерию, мы знаем, видно, не видно, а вот они в конце правой печёночной артерии, белая прокладочка, и для того, чтобы было более, как я там, видно, было несколько получше. Это достаточно нередкая ситуация. У молодого человека, более молодого, по сути дела, пациента, занимались бы вставочкой венозной. Пожилые люди, как правило, имеют спровоцированную венозную систему. Но поэтому дополнительные какие-то манипуляции на гоня не добавят. Поэтому мы стараемся все же, конец-конец объединения реального сосудка. А вот то, что касается нашей еды, это опухолевая сценированная тромпоза. Это не полноценная опухолевая тромпоза, а связанная с опухолем пациента, ракологии по желудочному везы, пациентки. После удаления основного массива опухоли мы видим, что породная верхняя кражаечная вены опухолем как лабиратит. Вот она, селезеночная вена, она эблазирована. Обратите внимание, может быть не совсем яркая контрастность. Видно, вот свет, а вот эта тишина, она фактически перимирована, если нужно. Это не что иное, это как минусный тромпоз. Если мы ничего не предпримем, по сути дела, она составляла с ним уже, извините, человека с очень плохим прогнозом, который быстро очень погибнет. В следствии чего, до того, как они конструировали вену, мы, естественно, вернусь, не слабо, но эту ситуацию узнали. Но в операции диагноз был установлен на протеи УЗИ. Поэтому до пересечения вены мы сформировали этот танк, и сосудистые терруби очень прилипят. По-другому, по-другому делать их, тут деваться некуда. Вот они, метрооперационно извлеченные тромпы, обратите внимание, опухоли. И тромп, он первый, а вот они опухоли ассоциированы. Он конкурент в правстве. И вот, собственно говоря, состояние самой герметичной вены. Вы видите, она маска, пророщенная опухоли, соответственно, дает пропуск. Но это то, что мы сделали. То есть там будет такой синтептический протеза, вот это вот так. Еще раз повторю, это вынужденная операция. Потому что без таковой, в принципе, такая операция не продлит пациенту в жизни. Поэтому исходный пожилого человека месту при наличии тромпоза убедит, что изменится даже цвет кишки. Что же касается других вариантов, когда мы вынуждены идти на сосудистой реконструкции пожилых пациентов. Ну вот достаточно большая гастроэпистональная стромальная опухоль, которая медленно росла, подавалась неплохой терапия, пациент находится в леденном напряжении. Обратите внимание, внутри сосудистая часть его пациента. По сути дела, если мы не восстанавливаем этот кровоток, то будет уже пациент. То, что мы делаем, это так называемый парашютный метод натягивания уже сегментарных прожжаечных вен, с тем, чтобы реконструировать верхнюю прожжаечную воротную вену. Вот она, воротная вена, и в результате удаление веки центрального сегмента и местного почки, это тоже такая не совсем операция стандартная в любом случае, вне стандарта вмешательства и вне плана на эту операцию в стенах Федерального научно-принимательского центра приглашали профессора Галянова и торгового кача, потому что этап забора почки мы проводили лабора статически для того, чтобы минимизировать травмы для того, чтобы человеку максимально береженную позицию фонциально исходно с сахарным диабетром поэтому в ладке выполняется резекция единственной почки. Сейчас я вам более детально покажу почему сосудистая реконструкция. Мы здесь сосудистую реконструкцию делали вне организма, вводом бронгом томе из почки, потому что в принципе все вот это поздравство занимало опухоль. Вы видите, что из вены извлекается кромк, он отмывается, вот она укупает, вот анализицированная почка. Практически сосудистая система отмыта. И вы видите, что почка достаточно хорошо на тот момент инфекционирует. Она в гидротопическом позиции, с другой стороны, а вот это расформировано, потому что пациенты пожилого возраста не будут явно при трансплантации поставлены, несмотря на относительно благодаря этому вопросу. Это он для того, чтобы немножко лучшее качество жизни и постараться брать пациента без диализа. Он на сегодняшний день, к сожалению, все же пришел в диализу и продолжение болезни. И уже в тибетерапии, но это случилось через полноценный построенный год. Построенный год, он уже без диализа. И последний случай, с которого мы начинали, это в неудобном месте достаточно было, когда хотелось бы сохранить все-таки участок печени. Для этого мы используем все интересные вещами, в частности, мы вкладываем перфузию, но только лишь правое поле. То есть, левое поле имеет сейчас нормальное кровообращение, а правое поле подвлекается кладовой перфузии, с тем, чтобы несколько удлинить время и шимить. И, собственно говоря, здесь мы вынуждены были в графе брать из беды на вену, потому как поле не можем использовать из рассеянной кипы. Вот, собственно говоря, соединение аудовинды. Ну и дальше вот он не совсем четко может быть видна, вот у нас там с каждой полной вены, вот она реконструирована кровать еще на счет. Вот она реконструирована, здесь достаточно чертая видна, что она не сойдет через секцию. Итак, ну, собственно говоря, то, что хотелось бы мне донести, что сосудистые реконструированы, мне кажется, остаются у лиц пожилого возраста. Таким он, кто его вариантом, но, тем не менее, они могут быть испортиваны. Если у пациента наступает опухоле ассоциированный тропоз или опухолевая инвазия осуществует, мне кажется, неправильно исключательские руки и неправильно ставить крест в таком проценте. Да, действительно, требует очень много сил, это невыгодно для больницы, потому что это очень сократно. Это требует, как правило, трех-четырех специалистов в одной преграде, но, тем не менее, это может быть. Спасибо за это.